Расскажу вам еще одну историю, связанную вот с этим пунктом, с этими пунктами, которые там перечислены внизу. Девять. Девять. С одним знакомым имел разговор. Он бизнесмен. Успешный человек. Много лет уже занимается тем, что открывает разного рода заведения общественного питания. Специализируется на этом. Пиццерия вареничная там. Вот что такое. Вот такого рода заведения. Очень такой порядочный, честный человек. Верующий христианин. Ну, в общем, достойный человек очень. Ну, и в то же время он гордится тем, что у него бизнес, что он преуспешный, что он трудится, что он зарабатывает деньги, что он семью свою обеспечивает. И вообще перспективный во всех смыслах. Стоит крепко на ногах. И мы стали с ним разговаривать. И я вспомнил про вот эти вопросы. И стал ему... Предложил ему карточку, на которой написаны эти были пункты. И говорю, слушай, Константин, а вот ты взгляни-ка на этот список, который мне только что дали. Вот что из этого списка для тебя является самым важным? Ну, он так... Позитивный такой человек. Долго рассматривал. Потом говорит, ну, ты знаешь, пожалуй, вот свободное время. Деньги у меня есть. Бизнес у меня есть. Родителям я помогаю. Жильем обеспечен. Детям у меня только подрастают. Ну, я уже им все дал. Короче говоря, мне, если не хватает, так только свободного времени. И так это радостно, легко. Как-то так. Ну, весело, я бы сказал. И я его спрашиваю, скажи, а почему ты выбрал именно... Ну, вот это вот, свободное время. Он говорит, ну, потому что, понимаешь, бизнес забирает все. Чтобы получать деньги, какие-то более-менее приличные, надо очень много работать. Как оказалось, я не был к этому готов. Я раньше был полный балда, пока к Богу не пришел. А потом я втянулся вот в этот бизнес, и сейчас он меня все больше и больше засасывает. Вот я сейчас открыл Днепропетровский ресторан, вот такой же, у него там какое-то предприятие быстрого питания, без алкоголя, без пива такое. Вот сейчас открываю еще в одном городе, вмотаюсь, значит, туда-сюда. А ты представляешь, что такое открытие? Это налоговая, это санэпидемстанция, это там то-сего пожарники, аренда, это кредиты, это банки. Короче говоря, ни одной секунды свободного времени нет. А тут все занимает персонал, надо за всем следить. Если ты не... Ну, короче говоря, он мне долго рассказывал, почему все время его съедает бизнес. Поэтому мне бы хотелось, конечно, больше свободного времени. Да. Я говорю, ну хорошо, понятно, а все-таки вот я тебе хочу уточнить. Ты вот мне сейчас как бы рассказал, но я хотел бы уточнить. А почему именно этот пункт ты выбрал? Почему именно свободное время? Говорит, я же тебе говорю, ты что, не понимаешь, что ли? Уже так возбужденно начал говорить. Я же не вижу детей. Ты понимаешь? Я, отец, детей не вижу. Как минимум 4 дня в неделю я вообще нахожусь не в своем городе. Я живу по гостиницам, я мотаюсь, я могу ночевать в кабинетах. Мне некогда. Я ем, как попало в дороги. А дороги 400-500 километров. На машине я мотаюсь, я все время... Эти дожди, эти снега, эти... Беспрерывно. И все какие-то бумажки, это ворох дел, ворох просто... У меня жена уже воет. Она говорит, ты или давай, Костя, что-то придумай, или так же нельзя. А я никому доверить не могу, вы понимаете? Я никому ничего не могу передать. Потому что если я передаю, даже вроде порядочный человек начинает воровать. Я начинаю... Только ослаблю контроль, они начинают... Эм... Все портить. За людьми все время нужен контроль. И у меня просто... Просто нету времени физически. Ни на себя, ни на отдых. Я молодой, я плохо сплю. У меня начал расти живот. Я просто разрушаю. Я ему посочувствовал, говорю, слушай, Константин, а что произойдет, если тебе никогда не удастся получить больше свободного времени, и твоя жизнь будет вот так идти? Он чуть со стула не упал. Он вот так вот сделал. Как это? Я говорю, ну вот скажи, ты же планируешь открывать еще рестораны, вот эти свои заведения? Он говорит, конечно, я расширяюсь, у меня сеть будет. Скажи, а можно будет их доверить кому-то и снизить контроль? Нет, конечно. Значит, у тебя еще меньше будет свободного времени? Он говорит, ну в принципе да. Я говорю, значит, ты еще быстрее будешь себя изнашивать. Я правильно понимаю тебя? Или я ошибаюсь? Вообще, вот как ты сам думаешь, как будет выглядеть твоя жизнь, если ты не получишь этой возможности? иметь больше свободного времени для своей семьи, для себя, для своих детей, для отдыха, для путешествий. Зачем ты деньги зарабатываешь? Как будет выглядеть твоя жизнь? Для него это было полное откровение, абсолютное. Он даже не задумывал, он просто работал. Он шел, как вот лошадь ломовая, вкалывал, ни о чем не думая. И вдруг эти вопросы, вот эти вот вопросы, поставили его прямо в такое положение, когда он вдруг начал осознавать свою жизнь. И он понял, что она, он говорит, тогда какой смысл? Он говорит, тогда какой смысл? Тогда в чем вообще смысл всей моей жизни? Зачем я все это делаю? Зачем я это работаю, если я даже пользуюсь? Я только и вижу, что бумажки, я только и вижу, что банки, я только и вижу контролеров, я только и вижу, и больше я ничего не вижу. Мне даже в магазин жену сводить, она ноет, ноет, уже устала. Наверное, она уже бросила, всякие надежды оставила, что меня можно как-то завлечь в магазин, походить с ней где-то, побыть. Она одна живет своей жизнью, с детьми барахтается. Это ненормально. Не-не-не-нет, этого не должно быть. Я говорю, ну хорошо, а что ты предлагаешь? Что ты можешь изменить? Он очень серьезно задумал. Он так гордился своим бизнесом, он так гордился своим положением, но оказывается он устал. Оказывается он надломлен. Я спросил его, скажи, Константин, тебя это волнует? Он посмотрел на меня и говорит, не то слово. Не то слово. Я говорю, а если бы я тебе показал путь, следуя по которому, два года вот такой напряженной работы, как ты сейчас, и потом полная свобода, абсолютная свобода, ты будешь получать пассивный доход и делать свой бизнес, летая в самолете, сидя на островах, путешествуя по Европе или по Индии, где захочешь, а бизнес крутится в интернете, тебе было бы это интересно? Ну, на фоне того, что я сейчас про себя узнал, я бы, наверное, задумался. Я говорю, вот тебе ссылка, посмотри. Может тебе это пригодится. Я заставил его по-новому посмотреть на свою жизнь. Я разбудил в нем новое видение его собственной жизни. Он вдруг задумал. Есть ли такого человека, деятельного, трудолюбивого, активного, привыкшего вкалывать по 18 часов в день, ввести в бизнес сетевой, это будет зверь. В хорошем смысле слова. Посмотрите на себя. Каждого человека что-то побуждает к действиям. Каждого человека что-то двигает, толкает спину. Найдите в себе этот пункт. Дальше мы будем думать над тем, как разжечь в себе этот огонь и поддерживать его всегда на... Чтоб как в печи гудело. Что это за печи? Раз и затухло. Снова разожгли, раз и затухло. Нет. Гудение в печи должно быть постоянным. Будем думать над этим. Я вас научу. Хотите? Ответьте прямо сейчас. Прямо сейчас. Ответьте себе на эти вопросы. Почему вы выбрали это? Почему именно это? Что произойдет, если вам этого не удастся получить? Ужас. Только задумайтесь, что может быть в вашей жизни, если вы так и останетесь там, где вы сейчас? Удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...